Всем привет! Я очень рада вас видеть! Сегодня я снимаю видео с огромным удовольствием, потому что я снимаю его совместно с одной из самых красивых, стильных и креативных девушек русского ютуба, да я думаю и ютуба вообще, Кати Ворлд. Я уверена, что это видео вам будет очень интересно, особенно вам, девчонки, потому что видео будет о стиле Нью-Йорка, да, я живу в данный момент в Нью-Йорке, и о стиле Италии. Катя живет в Италии, и Катюша является специалистом в моде, и я отчасти, в общем-то, тоже где-то к ней причастна, потому что я в Нью-Йорке работала в компании Максмары визуальным мерчендайзером, поэтому мы решили сделать с ней такой совместный обзор стилей. Я вам очень рекомендую после просмотра моего видео пройти по ссылочке под видео и посмотреть, что же расскажет Катя про стиле Италии. Я, честно говоря, не знаю, как Катя будет строить свое повествование, я уверена, это будет очень интересно, но я решила рассказать вам о стиле Нью-Йорка не в общем, а поскольку сейчас осень, мне хочется показать вам один наиболее встречающийся образ на улицах Нью-Йорка и объяснить, по какой причине девушки предпочитают именно этот образ. Более того, я уверена, что такой образ сможет составить каждый из вас, ну и прикоснуться немножко к стилю Нью-Йорка. Итак, что такое стиль Нью-Йорка? Основные требования — это универсальность, комфорт и удобство. Как ни странно, на второе место или вообще на третье или вообще на последнее жительницы Нью-Йорка ставят какое-то украшательство, да? То есть это минимум, минимум, минимум. Такой минимализм, очень удобный. И самое смешное, что таким образом действительно одевается, ну, наверное, процентов 80, если не 90 девушек, и уже и включая меня. Хотя изначально, когда я переехала в Нью-Йорк, мне это всё казалось просто ужасным ужасом. Но город вносит свои коррективы в стиль, в поведение и так далее, потому что, ну, ты здесь живёшь, ты не можешь каждый день ходить в платьице, да, в каком-то красивом и на каблуках, потому что это просто нереально невозможно, потому что это такой город. Итак, самое главное правило стиля Нью-Йорка – это простота и удобство. Второе важное правило – это универсальность. То есть одежда должна быть универсальной, её можно надевать, да, как-то совмещать по-разному. И порой действительно такое создаётся ощущение, что, ну, не знаю, как бы все мы тут одинаковые, плюс-минус, да, кто-то выглядит чуть иначе. И из чего же будет состоять наш самый универсальный образ осени нью-йоркской девушки? Первое – это парка. Парка – это куртка действительно очень универсальная. Обычно она цвета хаки, да, или всех видов зелёного цвета. Бывает чёрная, бывает бежевая, но большинство даёт предпочтение именно цвету хаки. Она бывает тёплая, может даже вас защитить холода. И она бывает просто такая больше, как куртка-ветровка. Тут очень ветер сильный в Нью-Йорке. И она защищает нас от дождя и от ветра. Ещё огромный плюс парки в том, что её можно сочетать с абсолютно разными вещами. Да, можно просто надеть такой очень casual с джинсами, можно с мини-юбкой, можно с кожаными брюками, можно даже с шёлковым платьем в пол, и всё это будет выглядеть модно и стильно. То есть парка действительно очень универсальна, она очень удобна и комфортна, что, как я уже сказала, ценится жителями Нью-Йорка очень-очень сильно. Вторая важная составляющая нашего образа – это толстовка либо свитер. Если уже холодно, то это может быть шерстяной свитер, очень простой, желательно нейтрального цвета. Если это толстовка, то это может быть толстовка тоже как нейтрального какого-то цвета, так и может быть что-то интересное с принтом. Но в чём суть этой вещи? Она, опять же, очень универсальная, она очень удобная, её легко носить, не нужно ничего особо к ней придумывать, чем её дополнить. Да, это такая вот базовая, самая базовая вещь, что толстовка, что и свитер. Каждый выбирает, что ему больше нравится. Я свой сегодняшний образ попробую с толстовкой. Естественно, очень важной вещью нашего образа будут являться джинсы. Обычно девушки в Нью-Йорке отдают предпочтение скини джинсам чёрного цвета. Иногда они такие все драные, рваные, такие кул. Мне очень нравится, обязательно, когда я себя приведу в порядок, я себе куплю разные джинсы прикольные. На сегодняшний день это просто чёрные скини джинсы. Но это могут быть и синие джинсы, и тёмные, и светло-синие, ну, в общем, какие вам нравятся. Они могут быть абсолютно любыми, но, как я уже сказала, чаще всего я вижу именно чёрные скини джинсы. Ещё это могут быть самые обычные спортивные чёрные леггинсы. Да, чёрные леггинсы, которые мы носим в спортзал, уже в Нью-Йорке стали повседневной частью гардероба. Я не знаю, к счастью или к несчастью, но на самом деле я тоже замечаю, что мне иногда очень удобно надеть просто их, сбегать в спортзал, да, и потом дальше куда-то побежать по делам, потому что они комфортные. Тут главное выбрать такой приятный материал, который будет вам удобно носить. Не знаю, как так вышло, но в самом деле вот спортивные вещи уже стали частью повседневного гардероба не только простых людей, простых смертных, да, как мы с вами, но и звёзд. Если вы посмотрите стрит-стайл американских девушек звёздных, да, селебрити, вы увидите, что очень часто леггинсы для них являются просто повседневной частью гардероба. Следующая часть нашего образа – это обувь. Обувь, тут никаких нет сюрпризов, обязательно без каблука, то есть, естественно, какие-то лодочки, каблуки тут практически никто не носит, город огромный, все куда-то бегут, все спешат, нужно быть мобильной, нужно, чтобы ноги были в порядке, чтобы они не уставали, не натирало, поэтому предпочтение отдаётся кедам, чаще всего это all-star, конверс, да, предпочтение отдаётся кроссовкам любого вида, это могут быть также спортивные кроссовки, не обязательно уличные, чаще всего тут я вижу марки Nike и New Balance на ногах у людей, и также очень-очень часто я вижу людей в ботинках фирмы Timberland, ну, я лично вот отдаю предпочтение ботиночкам Timberland, у меня они уже с опушкой, такой зимний вариант, и я взяла необычный, да, такой классический у них цвет рыжий, мне почему-то он не очень нравится, хотя, может быть, я когда-нибудь его себе куплю, мне понравился больше серый, мне кажется, он более благородно выглядит и подходит практически подо всё. Как вы понимаете, это удобно, это комфортно, это позволяет целый день бегать по городу и не уставать, это самое главное для жителей Нью-Йорка. Обязательно все носят осенью шарфы, обычно это очень объёмные шарфы, иногда они даже настолько гипертрофированы, что страшно, у меня это обычный чёрный шарф шерстяной, им действительно очень удобно обернуться, закутаться, сделать себе тепло, иногда я его повязываю миланским узлом, иногда просто обматываюсь, и если вдруг стало холодно, его даже можно, да, голову как-то вот обмотать и там побежать в этой парке дальше, если вдруг ветер сильный. Следующая это сумка. Обычная жительница Нью-Йорка выбирает простые, объёмные сумки, потому что, как я сказала, бегаешь весь день, у некоторых девчонок вся жизнь с собой в этой сумке, там и ноутбук, и то, и всё, и пятое, и десятое, поэтому сумки маленькие себе действительно могут позволить, наверное, очень счастливые женщины только, которые передвигаются повсюду на такси, и, да, от салона до дома. Девчонки, которые всё-таки, да, работают здесь, ведут активную жизнь обычно с огромными сумками, вплоть до того, что я чаще всего хожу со спортивной сумкой, потому что мне нужно уместить очень-очень много вещей туда. У меня на сегодняшний день сумка, которая от русского дизайнера Кристины Урусовой, моей любимой подружки. Я... Эта сумка уже со мной, наверное, два года или сколько, или больше года точно, и я её таскаю практически каждый день, и она мне прекрасно служит, и она действительно отвечает всем запросам удобства, комфорта, функциональности большого города. Следующая очень важная вещь, без которой нью-йоркские девушки не представляют выхода из дома, это очки от солнца. Даже когда здесь облачно, все носят очки от солнца, потому что солнце здесь очень плохое, и, ну, оно вообще, в принципе, да, не очень полезно для нас, так скажем, поэтому нью-йоркцы не пренебрегают этим и постоянно носят очки от солнца. Ну и последнее, это макияж и волосы. В принципе, то, что вы видите у меня сейчас, это вполне себе такой нью-йоркский расслабленный вид, да. Это минимум макияжа, это могут быть маленькие стрелочки, но чаще всего это вообще лицо без макияжа. Но я все-таки не могу себе такого позволить, не в том смысле, что у меня там кожа как-то ужасно выглядит, но я считаю, все-таки девушка должна себя немножко освежать румяными, тоном для лица, может быть, стрелочками, может быть, тушью. Ну, а волосы обычно распущенные, либо собранные в небрежный пучок, либо хвостик, но, опять же, я все-таки стараюсь следить, чтобы даже эта небрежность как-то более-менее ухоженно выглядела. Но, скажу честно, к сожалению, зачастую вот этот весь образ и эта вся небрежность, она действительно создает такой немножко дешевый, неухоженный вид у женщин. Поэтому, мне кажется, главная рекомендация здесь, если вы решили опробовать на себе этот образ девушки из Нью-Йорка простой, все-таки нужно быть внимательной к деталям и нужно постараться, чтобы вы выглядели красиво, симпатично и ухоженно, а не небрежно, как будто вы только встали с постели, на самом деле ничего с собой абсолютно не делали и так выбежали на улицу. Это не очень здорово. Ну вот и все. Наш осенний образ из Нью-Йорка готов. И обязательно загляните на канал и посмотрите видео Катюши о стиле Италии. Я уверена, что он будет абсолютно другим и там будет чем вдохновиться. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Спасибо за лайки. Подписывайтесь на канал. Буду рада видеть вас снова. Всем пока. Ваша Оля. Всех целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok